привет всем любителям пошаговых стратегий вы видите и слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и смотрите продолжение партии за юн лэ из китая одного из лидеров китая с лидер паса одного из новых лидеров которые появились для китая на последнем уровне сложности на божестве подробности ссылка на сейф первого хода и прочее прочее в первой серии поэтому если вы случайно наткнулись на это видео перейдите к первой серии ссылка в описании перекрепленном комментарии на весь плейлист там собственно счете смотреть с первой серии и там же все видео уже этого прохождения для спонсоров находятся вам большое спасибо за поддержку уважаемые спонсоры давайте продолжать блин вот вспомнить бы еще чего тут хотел ну пока у нас вроде все хорошо играем в развитие да я точно хотел 6 ферм построить что мы тут новое открыли машиностроение видимо так веду к нужен судостроение я думаю может нам просто просто открыть судостроение другой стороны и галеру можно построить не но тут надо точно гавань строить начинать гавани нам сто процентов нужны я пытаюсь все пролезть как-то а тут же не смогу пройти до черт как-то открыть всю территорию посмотреть блин и тут горы да господи фига тут конечно нас помимо кстати у японии так себе территория я понимаю почему корея гнобит японию с эти вот очень грустненько очень грустненько нашем континенте именно что японии самое хреновое место слушайте кто-то корею обгоняет по науке представляете у нас вавилона нету в партии даже интересно кто это а хрен нельзя тут поставить пока ну да на холмах на холмах можно будет строить вообще только после вот здесь что ли не подожди не здесь корпорации плантация пища дает рудник производства где в какой техе открывается возможность строить фирмы на на холмах это вообще не в техе да вот строительная инженерия только это очень далеко блин где же мне тогда финал тут конечно вот можно тройничок из фирм сделать на туда и пойду и этим рабочим тоже так пока больше не покупаем рабочих значит святилище надо ли мне второй храм строить тут храм есть ну вот два храма вот здесь у нас сейчас будет построена еда есть оказывать помощь пока не хочу все надо храм не давайте акведук тут нормально методов конечно жилья достаточно но акведук как раз в тему будет чтобы ускорить 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 военную инженерию здесь храм есть буртвара мы пока не будем покупать вот теперь наверное можно и кампус можно и кампус построить на чуть-чуть отсюда можно уже брать ее давным-давно построили не сможем мы это чудо сделать так два храма сделали пингала в пекине то есть он ведь еще и плюс 15 процентов от модификаторов это пингала конкретно 15 процентов дает так что тут 16 плюс еще 15 процентов еще 2 ну очень очень крутая синергия получается так пока феодализм отложим открытие давайте госслужбу я бы союз конечно с индусом заключала он уже вышел он вполне мог уже выйти и как тут не пройти до подкрадываются сюда пойду счетом квадрире мы за моим прям скаутом охотятся тоже гурдвара но тут надо до 7 как-то вырасти а еды нету пункт клеточку купить так здесь прокачивать пингалу или лучше еще взять губерфер наверно рейну в кайфен взял быстрее клетки присоединялись и город роспока у нас только один город больше десяти жителей но это дофига по-хорошему блин что тут построить может просто рабочего построить конечно буду покупать но покупать я буду там где лян как раз через четыре хода по идее у нас должен быть феодализм и у нас будет плюс 2 не ничего не хочу так опишу медва шоколада откуда у меня два шоколада блин но это соберет индус к сожалению и мяч скашивать я же знал что будет должны быть у нас где-то чудеса и так реликвию получили все равно пока одно чудо только на нашем континенте маловато будет так вырубаем шофер мы будем ставить здесь покупаем клетку и ставим ферму еще губера могу либо повысить либо взять этим мокшу в нанкин чтобы он влиял отсюда потому что мог же у нас религиозное влияние на соседние города усиливается на сто процентов чтобы нанкин я думаю нормально нормалёва будет его разместить вот дальше наверное можно пингалу покачать немножко все уже 60 науки практически ничего не делая так военную инженерию откладываем давайте один ход судостроения тоже тут все в горах корее тоже было хреновато расселяться вот для кореи вот эта территория кэша так себе так это у нас 5 до то есть сейчас но вообще тут конечно ромашка должна быть я понимаю я все понимаю но мне пока надо фермы поставить а тут лучшее время чем я еще не знаю когда я там ромашку буду делать оба феодализм открыт и в общем то ставим карточку на два действия строителей с тремя заодно ускорили и начинаем покупать вот здесь рабочих каждый ход моя любимая стратегия я люблю все клеточки по улучшать мог кстати тут камень сохранить конечно для промышленной зоны было бы плюс 5 городах гарнизоном это все не интересно интересно будет ли у нас селитра вообще-то не видать просто реально вау ну железо я потом нашел хоть как-то вот без селитры конечно грустно ну да но это но это никак не у меня просто вот шуме вот тут поселиться это все отвалится нафиг так ну что союз давайте наверно хотя я на него влияю культурой и религии влияю не хочется дать на на экономический просто самый обычный 12 золота вход а может ты железом возьмешь о жалко мне тебе золото давать так есть союз апостола гурдвар ну тут мы чисто рабочих будем конечно же сначала с все вырубаем так с лесом правительственная площадь вот этот лес нельзя вырубать вот этот можно ну опять же для ромашки но начнем мы сначала вот тут все а слушайте вон я шоколад не обработан чуть или а где мне 2 шоколада канди дает метод так надо будет у час производства ставить тебя может быть для ртути оставить возможно я не вижу где мне еще ртуть взять вторую чтоб тут производство ртути сделать если я куплю ртуть у индуса это будет считаться что у меня 2 ртути в быстрых сделках смотреть а он не продает а позже я продаю да и он не продает ртуть он только янтарь продает на начнут горы тут ничего да тут не пройти видите тут сплошняком горы хотя бы катя знаете кажется что внутри должно что-то быть но я этого не увижу только когда спутник запущу так как ведут арк ведут построен теперь вопрос ну давайте еще амбар наверное у меня вопрос у меня центр коммерции или ну похоже из-за этой способностью юнлэя который дает блин 10 монет зажигаетесь мои две монеты за жителей больше десяти так не центр коммерции не так уж и нужны так что наверное промышленную площадь сначала номер до 7 надо вырасти конечно так наверное вот тут вырублю лесок и купим строителя еще дальше здесь вырубим вот этот камень сто процентов феодализм открыли ну монархию наверное дальше в теократию еще два рынка надо кстати центр коммерции все-таки где-то нужен но я бы наверно в тян в тянджо устроил вот на месте этой фермы надо 10 жителей только вырасти так но без 2 га или или слушайте купить вторую галеру деньги знаете купим чем он вот для галеры зашибись чудо света античности в принципе можем конь чудо света античности петра да здесь вообще ничего не ставится пока да вот в синдже не хотелось бы петру конечно тут слишком много пустыни бесполезной но вообще еще есть храм махаботки кстати эти может в тянджо у храм махаботки это не скоро он только на лесе строится рядом со священным местом в которой есть храм так что пока пока нет джебель баркал в пустыне мавзолея геликанась на храм артемиды вообще без шансов теме тут это был вроде олень но я их вырубил и мне казалось что у меня есть оленя там на работе бананы были скорее всего ну не негде здесь храм артемиды строить колосфа русские маяки луки сева не колизей петра ну что-то никаких вообще чудес так что я думаю она стремя давайте откроем к тебе и паз мне пастбище есть пастбище есть великого ученого форма управления шестью ячейками врага при помощи копья уничтожить это тоже вряд ли наверно поставлю на шоколад шоколад дает по-моему тоже что-то на рост ну ртуть не получится сделать я думаю как тут сушьми на эту клетку надо выкупить сто процентов просто этики тут шикардосные клеточки а просто огонек блин вообще никак не пройти надо как-то скаута возвращать допускаем щеку от сюда бежит тут мы тоже все посыряли нам вот вот тут места нужно рассматривать за фесом так что делает да тоже 20 процентов роста и три жилья то что надо со способностью юнлэ конечно мощненько так одного жителя осталось хотя пока сюда встану постою один ход и тут постою не буду то есть я начну промышленную зону строить этим идем наверно сюда тоже соберем тут все так стоим ждем когда сможем апнуть в каравеллы есть кампус еще одну могу делать ну давайте промышленную зону тогда каша плюс один но в будущем это будет больше чем плюс один так здесь покупаем строителя и откладываем производство на один ход знаете а знаете что вот нельзя откладывать очень важно это сделать сейчас это лайкосик проставить видосику моему и комментарий написать а если очень нравится то и может супер спасибо или стать спонсором канала все-таки именно благодаря вашей поддержке я продолжаю это все делать и я надеюсь что эти видео и вас поддерживают в это сложное время так вырубим камень под священное место 6 производства красиво больше тут районов а можно районы поставить так но я вот сюда центр коммерции хотел чтобы второй рынок сделать так что давайте второй рынок появляется сейчас у вас еще ссылки на мои всякие социальные сети если вы хотите зайти где-то там подписаться ну и в описании в прикрепленном комментарии еще есть ссылки как не через paypal или через криптовалюту отправить денежку тоже приятно всегда получать но не забывайте комментарии по этому поводу писать наводнение в корее так ей и надо я считаю пастбище плюс к еде получают нормально нормально блин может тут пастбище поставишь быстрее росло 48 пищу я себе поставлю пастбище будет но среди мой тут можно посчитать в принципе то есть 48 пища ставлю пастбище 4 пищи вырубка типа через 12 ходов окупится но надо понимать что здесь тут же не в ноль станет пища 2 но вряд ли эту клетку буду обрабатывать давайте поставим пастбище так переключаем клеточку вырубаем ставим промышленную зону так скоро тян джоу станет еще одним городом где способность юнлэ заработает давайте наверно вот сюда рудник продолжаем покупать строителей я тут наверно тоже пастбище поставил ну не растет город видите она нашу брос можно еще водяную мельницу тоже все-таки пишет правда ни на что не влияет чисто ради одной пищи можно еще кстати просто проекты пусть давайте проверим как на проекты это работает вот мне надо видите до хотя бы семи жителей вырастить вот у нас сейчас 15 производства видимо в 7 еды должно трансформироваться ну или в семь с половиной следующим ходом ну контрфорс никакое чудо античности не построим так писала 37 ходов да и было 30 со 7 и 3 еды накоплено о 2 хода о накопилось беду косарю как было выбрано как до добавилось 7 и 3 было стало 20 то есть ну короче плюс плюс 12 видите ну ты шибись в принципе да наверное так и будем делать просто расти до 10 пусть так может и здесь я ну тут райончик надо построить мне надо два рынка монархию пока не хочу там дальше вот два рынка надо открыть ладно сделаю тут пока ферму несколько ходов сюда буду идти давайте светилище точно вот этого рабочего сюда этого рабочего сюда надо тут убрать болото кстати это будет семь жителей и мокша занял свое место можно расти о чхун чхон отвалился ко мне отлично чхун чхон красиво и он как раз прикол в том что мне его кампус чхун чхона будет давать больше науки чем давал корее это конечно фантастика как корее свои салоны расставляет ждем присоединение так я надеюсь этот мушкетер только ко мне не пойдет сейчас чхун чхун чхунский через пять хиду блин через пять ходов фига себе так но мы явно в темный век как не надо больше рабочих покупать просто каждый ход рынок я тут куплю когда дострою фига себе как быстро пролетела средние вековье пролетела и а хватит из нанкина отправим тут все-таки соберем тут лесопилочки сандок пряности это кугава черепах готов продать ну давайте черепах вообще у меня будут наверное 23 чем я будут черепахи когда-нибудь тогда я бы лучше пряности купил за 400 нет деньги мне нужны на рынок ладно пока ничего не покупаем о производство появился но я бы наверно сразу гавань тут лучше строил они стал светилища или кампус тут нужны гавани везде кстати вот тут можно попробовать чуть увидеть блин никак не пройти просто все юнитами заставлено ну мне хоть и в каравеллы бы зайти каравеллы мы никак не ускорим да две а не две гавани ускорим почему отличный центр коммерции но я все равно в темный век свалюсь мне до нормального извините 59 очков я не знаю где их брать в принципе я могу конечно опять же стену и как его и крадущегося тигра построить но мне кажется это немножко нафиг надо так вот теперь центр коммерции да слушайте вот эта штука с пищей тоже круто получается она ускоряет до 10 жителей чтобы мы выросли так в тянджоу мы покупаем рынок ускорили гильдии в общем то их сейчас еда открываем потом в теократию пойдем надо купить караванчик откуда давайте подумаем из гон наверное из гуанчжоу все таки я хочу просто тут уже есть производство в гуанчжоу нету а ну сейчас мне не хватает на строителя один ход быстро мы тут вырубили блин надо было из синджей не отправлять переброшу караван синджей я забыл что тут у нас есть леса которые мы врубили а тут вообще никак не ускорить эти гавани а блин чу везде варвары ну теперь можно и светилище наверно нет нет какое светилище еда еда там же до 10 тут надо вырасти так два универа так картографию пока две гавани будет хочу в каравеллы апнуть и уже пойти другой континент находить неизвестный игрок джебель баркал закончил он сосед для промышленной зоны ну мне кажется то что у меня стоит пока лучше тем более в этом промышленная зона только строй ну вот построилась то есть четыре было бы мне кажется так себе так из гуанчжоу тянчжоу почему-то больше ну хотя и пекин давайте просто в пекин а блин я такая все-таки отправил я хотел из синдженя черт а первая гавань закончена веру тратим на покупки все еще строителей так сколько ходов но я думаю еще как минимум двоих купим а так вот я с усея тут камень вырублю на гавань отлично светилище в нанкине принну тут надо все повырубать ну не все хотя бы на кампус у нас уже есть место так давайте амбар кайфэн не растет вот эту клеточку куплю минус 1 ну видимо надо и тут купить какую-то теперь норм но я не живу душу на что минут еще деньги тратить так что нормально я считаю так надо нанкин там еще по улучшать всячески вырубили на амбар и ставим кампус чего то знаете тут можно задуматься что лучше вот кампуса или реально эти проекты на пищу делать чтобы быстрее до 10 все города выросли так вот тут промышленная зона ну я бы на пищу делал а мастерскую купил чтобы ну типа больше и нам надо как можно быстрее 10 жителей теперь вопрос апнуть пингалу или взять мне кажется надо виктора в гуанчжоу что тут жилья нету так а в пекине уже счастья не хватает да пока на производство переключаемся и дамбу начинаем дамбу начинаем ну неужто скаута моего выпустили так у меня нет караван у меня был дополнительный я его использовал гильдии открыли ну что теократию я правда не знаю мы выйдем в темный век что мне за но я могу за веру эти гурдвары понакупать правильно так что я в теократию все-таки взял тут этого ничего не ставим пока посольство принимаем кстати а я посольство еще не открыл да а а отправляет ко мне караваны индия нет только candy отправляет ну вот тут надо ведь еще посмотреть картография реформация здесь лесопилочка рудничочек так и мы сейчас в следующей эпохе начнем здесь стену строить вот прям так как то тут вот так что мне наверное этих рабочих надо сюда держать этот идет в нанкине помогать делать все так вот это можно вырубить я думаю подман все десять жителей пошло так тут можно пока иду значит отрубать давайте посмотрим промышленная зона ну сюда типа в ромашку до кампус тоже 3 в ромашку я могу сюда к виду к сюда промышленную зону сюда кампус так и надо сюда как веду кld начнем там промышленную зону Значит, акведук, промышленная зона, кампус. Так, вот это вырубим в Тянчжоу, это можно передать, пока там магнус, то есть под магнусом ты больше всего получаешь резов 11 населения, зашибись. Что, последний ход, сейчас будет в средневековье, очень быстро прошла эпоха, честно говоря, там кто-то прям, ну, Корея, конечно, круто, но там кто-то еще быстрее нее. Лошадей продать, какие лошадей можно и продать. Да и это мы продадим, что, мне они не нужны, короче. Что за железом? О! Нет, ну только давай не 33, может, а 23, окей. Отлично. Вы просто посмотрите, у нас вот уже два города больше 10 жителей. В этом я имею в виду 34 денег. Мне даже кажется, здесь вот в этой способности не то, что по одной науке и культуре, а то, что денег дофига дают. Мне кажется, и денег надо бы один... Или вообще не давать денег. Мне кажется, достаточно науку и культуру. Что-то очень много просто получается. Так, и обратно в Нанкин возвращаем эту клеточку. Пуф, вырвался скаут. Что здесь? Будем стены строить. Покупаем строителя последнего. Пока не вырубаю здесь, потому что еще не могу здесь район этот делать. Смысл. В следующую эпоху будем стены ставить, потому что нам очки эпохи в следующей... В следующей эпохе и понадобятся. Блин, и тут горы, конечно, у индуса. Посмотрите, я уже всего с двумя кампусами обогнал этих двоих и подбираюсь к Корее. И вообще без театральных площадей 58 культуры имею. А у этого 108 за счет чего? Ну, у него вот театралка стоит. Там где-то театралка явно стоит. Да, слушайте, вот эти способности, что-то вообще... Огонь какой-то. Блин, что ты сюда встал? Мне надо было болото это высушить. Главное следующим ходом джунгли эти не убрать. Но уберу я их или нет, запомню про этих джунглей или нет, это уже в следующей серии. Спонсоры канала... А, давайте проголосуем. 100%... Нет, давайте не дает научный город нифига. И 100% к производству в каком районе. Вот это интересно. Я бы кампус поставил. Хотя, может, в моем случае промышленная зона лучше, потому что я типа повышу производство. И, соответственно, могу вот эти свои лядзяни гонять. Давайте промышленная зона. Я даже сюда вольюсь. По-серьезному так. Чтоб прошло 100%. И смотрим. Возрождение. Темная эпоха. Да, промышленная зона. Я единственный, да, кто так влился. Но если бы не влился, ведь я не прошло бы. Никто за промышленную зону не голосовал. В торговое государство. Ну, принимать... Принимать правительство. Выбирать, в какую эпоху будем жить. Это уже в следующий раз. Сказать, уже 2 очка эпохи просто набрали в темном веке. Дайте еще проверю. Они как? О, в героическом. Ну, походу, чихон-чихон будет сейчас скорее обратно. Приваливаться. Ну, нормально. Мы тут выстоим. Мы не слишком близко. Но это все в следующей серии. Спонсоры канала могут прямо сейчас ее поискать. В плейлисте ссылка. Комментарии в прикрепленном. Комментарии в описании к видео. Для всех остальных оно выйдет завтра. Не забудьте, пожалуйста, комментарии. Лайк. Возможно, суперспасибо. И даже спонсорство. Если вам очень нравится. Играйте в умные игры. Слава Беларуси. Живи Украина. Всем пока. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Лайк. Комментарий. Подписка. Возможно, суперспасибо. И спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.